Black Miss Wukong. Игра года или нет? Microsoft удивляет. Добро пожаловать на самый горячий игровой канал NXP Games. Сегодня я постараюсь взорвать ваш экран с самыми громкими новостями игровой индустрии. Black Miss Wukong. Уже называют игрой года. Посмотрим почему же. А как вам новость о последнем апдейте Dead Cells, который завершает 7-летнюю эпоху, но конец ли это? Xbox Series X All Digital. Стоит ли переплачивать за новую версию? Или лучше подождать PS5 Pro? Я расскажу, что происходит на консольной арене. И наконец, Call of Duty Black Ops 6. Готовится взорвать ваш мозг новым зомби-режимом. Но сможет ли эта игра оправдать ваши ожидания? Зажимайте лайк, подписывайтесь и оставайтесь на этом канале. Впереди еще больше взрывных новостей. Начнем с самой громкой новости. Появился новый кандидат на игру года Black Miss Wukong. Black Miss Wukong взорвала игровую индустрию, заработав более 450 миллионов долларов всего за 3 дня после релиза. Игра уже продана тиражом 10 миллионов копий по всему миру и достигла пиков 2,4 миллиона одновременных игроков в Steam. И это ставит ее на второе место среди всех игр в истории Steam. Уступая лишь только PUBG. Но так ли все идеально? Сейчас пройдут шумные итальянцы и продолжим. Этот успех делает Black Miss Wukong одной из самых успешных игр 2024 года, сопоставимой с такими же хитами, как Elden Ring и Hogwarts Legacy. Black Miss Wukong это экшен-РПГ, основанная на китайской мифологии, разработанная студией Game Science. Игра основана на классическом романе «Путешествие на запад» и раскрывает историю Сунь-Укуна «Короля обезьян». Она предлагает глубокую боевую систему, захватывающую графику на движке Unreal Engine 5 и детализированные мифологические локации. Игрокам предстоит сражаться с разнообразными врагами, включая могущественных боссов, используя уникальные способности и трансформацию Укуна. Игра получила высокую оценку за визуальные эффекты и атмосферу, но вызвала вопросы по поводу оптимизации. Black Miss Wukong имеет все шансы стать Игрой Года, благодаря впечатляющей графике, глубокой боевой системе и уникальному сеттингу, основанному на китайской мифологии. Успешный запуск с огромными продажами и высоким онлайном свидетельствует о её популярности. Однако многое будет зависеть от конкурентов, которые выйдут до конца этого года. Если она сможет поддержать высокий уровень качества, шансы на получение звания Игры Года весьма высоки. Black Miss Wukong может стать Игрой Года, но справится ли она с конкуренцией? Большой вопрос. Оставьте ваше мнение в комментариях, что вы думаете об этом. Следующая новость. Dead Souls завершает 7-летний путь последним крупным обновлением The End of Nier. Это обновление включает переработанную систему проклятий и улучшенное легендарное оружие. Игра стала культовой, а разработчики выражают благодарность сообществу за поддержку. Игра официально завершила свой 7-летний путь развития с выпуском последнего крупного обновления, получившего название The End of Nier. За время своего существования игра получила множество наград и признаний, став культовой среди поклонников жанра Roguelike. А теперь собаки дикие бегают итальянские. Ну вот так вот мы и снимаем. Созданная студией Motion Twin и позднее поддержанная командой Evil Empire, Dead Souls стала настоящим феноменом в индустрии, получившим признание как критиков, так и игроков за свой уникальный геймплей, стиль и постоянные обновления. Последнее обновление The End of Nier стало 35-м по счету и включает множество значительных нововведений. Одним из ключевых нововведений является переработка системы проклятий, которая получила новые мутации и оружие, напрямую связанные с этим эффектом. Например, одна из новых мутаций позволяет игроку использовать свое здоровье без ограничений. Но с каждым использованием на него накладывается 20 стаков проклятия. Этот элемент добавляет еще большую стратегическую глубину и риска. Кроме того, разработчики переработали легендарное оружие, добавив новые визуальные эффекты и уникальные свойства, которые делают их еще более мощными. Визуальные улучшения также коснулись и других аспектов игры. Были добавлены новые анимации, эффекты освещения и оптимизация производительности, что делает игру еще более привлекательной и динамичной. С обновлением The End of the Year разработчики добавили в игру новые опции настройки, которые позволяют игрокам еще более гибко подстраивать игровой процесс под свои предпочтения. Это включает в себя возможности по настройке интерфейса, управления и другие аспекты, которые делают игру более удобной. Команды Motion Twin и Evil Empire выразили глубокую благодарность игрокам за многолетнюю поддержку. В своем официальном заявлении разработчики отметили, что успех Dead Cells был бы невозможен без активного участия и отзывов в сообщество. Они подчеркнули, что именно взаимодействие с игроками и постоянное стремление к совершенству сделали эту игру той, какой она стала сегодня. Несмотря на завершение работы над Dead Cells, студии уже начали работу над новыми проектами. В разработке находится несколько игр, которые планируются к выпуску на различных платформах. Эти проекты пока держатся в секрете, но разработчики обещают, что они будут не менее увлекательными и инновационными, чем Dead Cells. Dead Cells оставляет после себя богатое наследие и сильное сообщество, которое продолжит поддерживать игру даже после завершения активной разработки. Игра получила множество DLC и бесплатных обновлений, которые добавляли новый контент и расширяли мир, и внесли свежие идеи в геймплей. В будущем Dead Cells наверняка станет важной частью игровой культуры, продолжая вдохновлять разработчиков и геймеров по всему миру. Говорящее название DLC The Ente is Near знаменует собой конец эпохи для Dead Cells, но также открывает новую главу для команды Motion Twin и Evil Empire. Игроки разделились во мнениях о завершении разработки Dead Cells. Некоторые выражают грусть по поводу того, что больше не будет новых обновлений для их любимой игры, которая за эти годы стала действительно культовой. Они благодарят разработчиков за весь добавленный контент и говорят, что игра останется в их сердцах навсегда. Другие же отмечают, что это обновление дает чувство завершенности и позволяет наконец полностью сосредоточиться на прохождении игры, не ожидая новых изменений и дополнений. Как фанат этой игры, я ощущаю смешанные чувства. С одной стороны, благодарность Motion Twin и Evil Empire за годы увлекательного контента, который поддерживал интерес к игре. Каждое обновление добавляло что-то новое, делая игру богаче и разнообразнее. С другой стороны, мне немного грустно осознавать, что эпоха Dead Cells подходит к концу. Однако, это финальное обновление может стать достойным завершением, позволяя завершить путь героя на высокой ноте. А как вы относитесь к завершению этой эпохи? С грустью или с радостью? Пишите в комментариях, хотели бы вы видеть продолжение данной серии или нет. Следующая новость. Microsoft анонсировала цифровую версию Xbox Series X. Но стоит ли новая версия своих денег? Цифровая версия Xbox Series X поступит в продажу 15 октября 2024 года. Эта версия консоли называется Xbox Series X All Digital. Будет доступна в белом цвете, который называется Robot White, с 1 ТБ встроенной памяти. И без оптического дисковода. Предзаказы уже открыты, и цена на эту модель 449 долларов. Вместе с цифровой версией Microsoft также предоставила модель Xbox Series X Galaxy Black с 2 ТБ памяти и дисководом, который будет стоить 599 долларов. Хорошо, версия без дисковода предназначена для тех игроков, кто предпочитает цифровые копии игр. А смысл выпускать Xbox Series X с 2 ТБ памяти? Мне непонятно совсем. Все, кто хотел расширить память, давно уже это сделали, заказав отдельный SSD с нужным количеством памяти на том же самом Алиэкспресс или Амазоне. Ну а в целом белый Xbox выглядит симпатично. Отлично будет сочетаться с PlayStation 5 и Nintendo Switch OLED на одной полке. Однако цена за цифровую версию Xbox Series X слишком высока, по моему мнению. Microsoft могла бы установить более конкурентоспособную цену. Дисконтные версии Xbox Series S смогли бы лучше удовлетворить потребности большинства игроков. В Италии младшую версию можно купить в районе 230 евро. Ну, за S-очку в принципе цена неплохая. Игроки ожидают от Microsoft более агрессивной ценовой политики и улучшений в производительности, прежде чем рассматривать покупку новой версии консоли. И это правильно. И тем временем слухи о PlayStation 5 Pro продолжают набирать обороты. И последние новости указывают на то, что консоль может быть представлена уже в сентябре этого года. Ожидается, что Sony сделает анонс на Tokyo Game Show, что совпадает с информацией о том, что разработчики уже получили тестовые комплекты и готовят игры для новой платформы. PlayStation 5 Pro, также известная под кодовым названием Trinity, обещает значительное улучшение производительности по сравнению с оригинальной PlayStation 5. По слухам, она будет на 45% быстрее, а также в 2-3 раза быстрее в обработке трассировки лучей. Новая технология AI-апскейлинга, названная PlayStation Spectral Super Resolution, сокращенно PSSR, обещает обеспечить лучшее качество графики, которое мы видели на консолях. Также ожидается, что новые игры будут помечены лейблом PS5 Pro Enchased, указывающим на использование новых технологий, таких как PSSR. Хотя цена пока не подтверждена, есть предположение, что PS5 Pro может стоить около 600 долларов, что на 100 долларов дороже по сравнению с текущей PlayStation 5, которая, кстати, периодически появляется на Амазоне в районе 300 евро. Опять же, можно купить выгодно по сравнению с Xbox. Вот правильный маркетинговый ход. И цена, и производительность в порядке. А пока что Xbox и Nintendo экспериментируют с светом и дополнительными функциями, типа расширения памяти. Ну, как-то скучно, согласитесь. Ну, а сейчас поехали карабинеры. В общем, ребят, очень трудно писать ролик на улице без штатива с селфи-палкой. Ну, как-то вот так сегодня. Скажите, ожидали ли вы более доступной цены от Xbox? Делитесь своими мыслями в комментариях. Следующая новость. Call of Duty Black Ops 6 готовится к релизу 25 октября 2024 года. И игра уже вызывает противоречивые мнения. Все направленные движения, которые нельзя отключить, и зомби-режим Terminus это смелые решения. Но не все фанаты довольны. Новый трейлер Call of Duty Black Ops 6 акцентирует внимание на карте зомби-режима Terminus, которая расположена на военной базе в Филиппинском море. На этой базе также находится тюрьма с секретной лабораторией, что приводит к катастрофическим последствиям, связанным с зомби-апокалипсисом. Трейлер подчеркивает напряженную и мрачную атмосферу новой локации, как вы могли заметить. Сама кампания игры продолжает события Black Ops Cold War и разворачивается в начале 90-х годов. Игра включает 16 новых карт для многопользовательского режима и поддержку всенаправленного движения. О нем подробнее остановимся позже. Сейчас просто запомните, что нововведение не может быть отключено, так как оно является ключевым элементом игрового процесса. Игра привлекла внимание благодаря длительному циклу разработки и амбициозным целям разработчиков, которые хотят превзойти ожидания фанатов серии. Но что мы увидели в последних роликах не удивляет ни графикой, ни какими-либо крупными нововведениями. Несмотря на то, что Call of Duty Black Ops 6 вызывает интерес среди поклонников серии, некоторые аспекты игры уже подверглись критике. Во-первых, длительный цикл разработки мог привести к завышенным ожиданиям, которые сложно оправдать. Более того, всенаправленное движение, внедренное в многопользовательском режиме, хотя является новшеством, но вызывает опасения у игроков, так как его нельзя отключить. И это может ограничить гибкость игрового процесса. Ранее в Call of Duty движение было ограничено классическими направлениями вперед, назад, влево, вправо с возможностью бега, прыжков и скольжения по земле. В новом всенаправленном движении в Black Ops 6 игроки смогут перемещаться в любом направлении, включая диагональные движения и маневры в воздухе, что добавляет больше свободы и тактических возможностей. Эта механика существенно меняет динамику боев, делая их более быстрыми и, конечно же, сложными. Кроме того, хотя карта Terminus в зомби-режиме выглядит мрачно и атмосферно, еще недостаточно инновационной, особенно учитывая историю зомби-режима в предыдущих частях. Также остается вопрос о том, сможет ли игра предложить что-то действительно новое в плане сюжета. Проблема фреймрейта также затронула многих игроков, которые ждали более плавного геймплея. Если игра не сможет предложить стабильные 60 кадров в секунду, это может негативно повлиять на общее впечатление от проекта. Но я думаю, с этим проблем не возникнет. Наконец, несмотря на амбиции разработчиков, всегда существует риск, что Black Ops 6 не сможет удовлетворить ожидания аудитории, привыкшей к высокому уровню качества от серии Call of Duty. На данный момент известно, что Call of Duty Black Ops 6 планируется к выпуску 25 октября, как я уже говорил. Игра разрабатывалась около 4 лет и будет доступна на платформах PS5, PS4, PC, Xbox Series XS и Xbox One. Что думаете вы? Поддерживаете ли вы такое изменение или предпочли бы классический подход? Жду ваших комментариев. Следующая новость. На Gamescom показали новые подробности об игре Evout. Evout от Obsidian Entertainment обещает глубокое исследование мира, взаимодействие с напарниками и улучшенную боевую систему. Но вот что вызывает споры. Игра будет работать в 30 FPS на Xbox Series XS. На Gamescom 2024 Obsidian Entertainment представили новую демонстрацию игры Evout, которая дала более глубокое понимание геймплея и сюжета. Основное внимание уделено исследованию открытого мира, боевой системе и взаимодействию с напарниками. В игре будет всего 4 спутника, но каждый из них детально проработан. Например, первый напарник по имени Кай это Синий Амуа. Он уже получил много похвал за свою харизму и личную историю. Он напоминает игрокам персонажа Гаруса из Mass Effect. Кстати, озвучивает тот же актер Брэндон Киннер, но разработчики утверждают, что это всего лишь совпадение. Боевая система игры вызвала смешанные реакции. Хотя разработчики заметно улучшили боевую механику, она все так же требует доработки. Особенно в плане ощущения силы ударов и общего контроля ситуации в бою. Также на выставке показали новые сюжетные детали и подтвердили, что игрокам не обязательно быть знакомыми с предыдущими играми вселенной Pillars of Eternity, чтобы понять сюжет Эвалт. В игре также будет возможность выбирать различные пути развития сюжета и диалогов в зависимости от характеристик персонажа, что добавляет глубины геймплею. Ко всему прочему нужно добавить очень важный момент. Игра будет работать на Xbox Series XS с частотой 30 кадров в секунду. Это решение разработчиков было вызвано стремлением улучшить визуальные эффекты и освещение. Представитель студии заявил, что поскольку Эвалт это однопользовательская игра от первого лица, увеличение частоты кадров до 60 FPS не является приоритетом. Команда Obsidian считает, что такой подход позволит сделать игру более насыщенной визуально, что по их мнению важнее для этого конкретного проекта. Эта новость вызвала смешанные реакции среди поклонников, особенно тех, кто ожидал от консолей Xbox Series X более высокой производительности. Тем не менее, разработчики уверены в правильности своего выбора. Вот где скрывается потенциал Next-Gen консолей. Графика практически на том же уровне, а FPS всего 30. И это игра от внутренней студии Xbox, заметьте, чувствуя очередной провал игры моментально после релиза. Считаете ли вы, что графика важнее производительности? Обсудим это в комментариях. Следующая новость. В Fallout 4 теперь можно погрузиться в мир зомби-апокалипсиса. Фанатский мод Fallout Vermont полностью меняет Fallout 4, превращая его в зомби-апокалипсис. В новой территории сюжетная линия и персонажи. Мод предлагает свежий взгляд на классическую игру. Однако не обошлось без багов и недоработок. Это масштабное дополнение переносит игроков в штат Вермонт, где им предстоит выживать в окружении орд-зомби, известная как Феррелы. В дополнение представлены новые территории, которые можно исследовать, а также сюжетная линия связана с раскрытием зловещей конспирации, стоящей за нашествием зомби. Игроки могут взаимодействовать с различными персонажами и фракциями, у каждого из которых есть уникальная озвучка, выполнена с помощью искусственного интеллекта. Мод предлагает увлекательный геймплей с элементами исследования и выживания, требующий от игроков поиска ключевых элементов и взаимодействия с окружающим миром. Мод Fallout Vermont для Fallout 4 получил смешанные отзывы от игроков. Многие оценили его амбициозность и интересную атмосферу, особенно из-за новой территории, основанной на штате Вермонт, и, конечно, тематики зомби-апокалипсиса. Они отметили хорошо проработанный дизайн мира и интересную концепцию сюжета, который включает раскрытие таинственных конспираций. Однако некоторые игроки указали на технические проблемы и недоработки, включая баги и элементы, которые кажутся не полностью завершенными. Были также жалобы на отсутствие маркеров на карте и другие элементы, которые затрудняют прохождение. В результате мнения о моде варьируются от положительных до критических. Мод обладает большим потенциалом, но нуждается в доработке. И стоит помнить о том, что его сделал всего лишь один человек, а не огромная студия. Если хотите попробовать, несмотря на все, то мод можно загрузить бесплатно на Nexus Mods. А вы уже пробовали этот мод? Если да, то напишите, как он вам. Следующая новость. Недавно появились новые подробности о сюжетном дополнении Shattered Space для игры Starfield. Shattered Space это мрачно напряженное космическое приключение, которое станет первым крупным дополнением для Starfield. И дополнение будет включать новые локации, оружие и сюжетные повороты. В Shattered Space вас ждут интенсивные бои, новые локации и возможность исследовать загадочные миры. С элементами хоррора, конечно. А сюжет сосредоточен на таинственном доме варун и его тайнах. Разработчики постарались сделать мир более детализированным и насыщенным, чем в основной игре, что должно вернуть игроков к традициям Bethesda. Игрокам предстоит столкнуться с опасными врагами, придется постараться, чтобы выжить в этом новом приключении. А дополнение также будет включать более проработанный геймплей и возможность покинуть планету в любой момент, делая каждое решение важным для развития сюжета. Ну что, посмотрим, что получится. Сюжет будет сосредоточен на событиях, которые происходят в результате экспериментов с пространством, что приведет к появлению новых врагов и уникальных ситуаций, требующих от игрока новых стратегий. Дополнение будет бесплатным для обладателей премиальной версии игры, а для остальных оно будет стоить 30 баксов. Это первый из нескольких планируемых DLC, которая должна расширить вселенную Starfield и добавить больше контента для поклонников игры, если такие еще остались. Ждете ли вы новое DLC для Starfield? Какое ваше впечатление от игры в целом? Пишите в комментариях. Возвращаемся к теме зомби-апокалипсиса. Techland анонсировала новую игру Dying Light The Beast, где вернется главный герой первой части, Кайл Крейн. Игра предложит открытый мир и кооперативный режим на четырех человек. Интересно, будет ли это достойное продолжение серии? Сюжет разворачивается спустя более 10 лет после событий оригинальной игры. Теперь Кайл оказывается в мире, который сильно изменился, и ему предстоит вновь спасать жизни, используя навыки выживания, приобретенные за годы, проведенные в плену. Игра будет проходить в открытом мире в локации под названием Castor Woods. Это бывший туристический центр, где теперь обитают немногие выжившие и огромное количество зомби. Местность предлагает исследования, включая природные ландшафты, деревни и промышленные зоны. В Dying Light The Beast игроки смогут использовать знаменитые паркурные элементы геймплея, а также управлять транспортными средствами. Игровой процесс поддерживает кооперативный режим на четырех человек, что позволит игрокам объединиться с друзьями для совместного прохождения. Стоит отметить, что изначально игра разрабатывалась как второе дополнение для Dying Light 2 Stay Human, но в процессе разработки превратилась в самостоятельный проект. Очень важно, для владельцев Ultimate Edition Dying Light 2 Stay Human новая игра будет доступна бесплатно. Релиз игры планируется на ПК и консоли. Анонс Dying Light The Beast вызывает большой интерес, особенно для тех, кто с теплотой вспоминает первую игру серии. Возвращение Кайла Крейна как главного героя это смелый шаг. Локация Кастер Вудс обещает разнообразие в плане исследования и прохождения, что всегда было сильной стороной серии Dying Light. Однако остается вопрос, сможет ли Dying Light The Beast предложить что-то действительно новое, чтобы оправдать создание отдельной игры, а не просто крупного дополнения. В любом случае, наличие кооперативного режима на четырех игроков добавляет дополнительный уровень веселья и, конечно же, интерактивности, что является действительно большим плюсом. Как фанат серии, я с нетерпением жду возможности погрузиться в этот новый мир и увидеть, как Techland удалось развить вселенную Dying Light дальше. А еще я жду с нетерпением ваше мнение об этом проекте. Пишите в комментариях, что вы думаете. Следующая новость. Capcom хотят возродить франшизу Dead Rising. Студия анонсировала Dead Rising Deluxe Remaster, обновленную версию классической игры 2006 года. Новая графика, улучшенные модели персонажей и возвращение зомби-апокалипсиса. Это будет что-то нечто. В интервью команда разработчиков, работающая над предстоящим Dead Rising Deluxe Remaster, рассказала, что Capcom рассматривает возможность дальнейшего развития этой франшизы. Несмотря на то, что их основной акцент сейчас сделан на выпуск и продвижение Deluxe Remaster, который выйдет 19 сентября 2024 года, Capcom выразила сильный интерес к возрождению этой и других классических серий. Говоря про Dead Rising Deluxe Remaster, это будет обновленная версия оригинальной игры Dead Rising, которая впервые вышла на Xbox 360 в 2006 году. В новой версии разработчики значительно улучшили графику, включая модели персонажей, которые теперь выглядят гораздо более реалистично, благодаря новым технологиям захвата движения. Инсайдеры утверждают, что эта игра больше похожа на ремейк, чем на простой ремастер. Журналист Фрэнк Вест оказывается в центре зомби-апокалипсиса, в торговом центре вымышленного города Уэллометт, в штате Колорадо. Игроку предстоит расследовать причины эпидемии, справляться с ордами зомби и следить за временем, которое ограничено 72 часами. В это время необходимо уложиться, чтобы успеть завершить основные задания. Поклонники Dead Rising и других классических игр Capcom после новости о возрождении классических игр надеются, что это может стать началом новой эры для любимых франшиз. По мне, так лучше бы работали над новыми проектами, а не тратили ресурсы на переработку прошлых игр. Конечно, логику возрождения можно понять, сменилось нескольких поколений геймеров, некоторые не слышали о Dead Rising, а те, кто играли на релизе, не против перепройти в достойном и обновленном состоянии игры из прошлого. Конечно, это хитрый стратегический ход большинства студий, сейчас многие понимают, что на ностальгии можно неплохо зарабатывать. Минимальное вложение в переработку максимально скорый релиз, который позволит поднять денег и продавать практически тот же проект, что и 10-20 лет назад за дабл прайс. Как говорится, заплати за ностальгию 70 баксов. А как вы относитесь к возрождению старых игр? Давайте обсудим, нужно ли больше таких ремастеров или лучше сосредоточиться на новых проектах. И последняя новость на сегодня. Gearbox Software и 2K Games анонсировал Borderlands 4 на Gamescom 2024. Новая локация, знакомые фракции и еще больше возможностей для исследований и сражений. Но сможет ли игра оправдать ожидания после провала фильма Borderlands? Игра планируется к выходу в 2025 году и будет доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series XS и ПК. Кстати, в Steam и в Epic Games Store. Borderlands 4 обещает продолжить традиции серии, предлагая игрокам роль легендарного охотника за хранилищами, который будет сражаться с ордами врагов и искать новые сокровища на новой таинственной планете. В коротком трейлере, представленном на Gamescom, показана новая локация и намек на возвращение знакомых фракций, таких как психи. Кроме того, разработчики подчеркивают, что в игре будет еще больше возможностей для исследований и борьбы и обещают взять все лучшее из предыдущих игр серии и вывести это на новый уровень. Релиз Borderlands 4 важен для фанатов франшизы, особенно после неоднозначного приема недавнего фильма по мотивам игры. Напомню, фильм Borderlands, основанный на популярной игровой франшизе, столкнулся с резкой критикой после своего выхода. Премьера фильма состоялась незадолго до анонса Borderlands 4 и реакция была настолько негативной, что получила 0% на Rotten Tomatoes. Это крайне низкий рейтинг, он отразил недовольство как критиков, так и фанатов. Критика касалась множества аспектов, включая сценарий, который был назван слабым и несоответствующим духу оригинальной игры, а также актерскую игру и режиссуру, которая не смогла представить атмосферу и характер столь полюбившихся поклонникам франшизы. Многие фанаты были разочарованы тем, как в фильме были интерпретированы известные персонажи и сюжетные линии, что вызвало волну негатива в социальных сетях и на специализированных форумах. В ответ на этот негативный прием глава Gearbox Software Рэнди Питчворд попытался отвлечь внимание от фильма, намекнув на грядущий анонс Borderlands 4, что позволило переключить внимание на будущее франшизы, только уже в игровой индустрии. Тем не менее, я с нетерпением жду выхода Borderlands 4, Gearbox уже не раз показывали, что они умеют удивлять и радовать, и надеюсь, новая часть вернет серию на вершину. Разочарование от фильма возможно усилить желание разработчиков создать действительно выдающуюся игру, которая вновь покорит сердца игроков. Посмотрим, что получится. Поделитесь своими ожиданиями и прогнозами в комментариях. Вот такие новости сегодня на NXP Games. Какая из них поразила вас больше всего? Black Miss Wukong или может быть анонс Call of Duty? Пишите в комментариях, мне важно знать ваше мнение. Не забывайте поставить лайк, если ролик вам понравился, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить самые горячие новости игровой индустрии. И самое главное, делитесь этим видео с друзьями, пусть и они узнают о главных новинках. До встречи в следующем выпуске, геймеры! А пока продолжайте играть и побеждать! Аривидерчи! Чао-чао!